Всем здравствуйте! Сегодня мы с вами познакомимся с такими белорусскими сказками, как «Синяя свита налево сшита соломенный колпак» и «Как поп обманул Тараса однажды, а Тарас его дважды». Хорошего просмотра! Синяя свита налево сшита соломенный колпак Жил-был царь, а у царя была дочь Вот задумал царь свою дочь замуж отдать Крикнул он клич Выдам дочь замуж и отдам полцарства тому, кто может от меня схорониться, чтобы я не нашел А был тот царь волшебник Вот день прошел, другой прошел, нет охотников На третий день пришел добрым молодцем по прозванию «Синяя свита налево сшита соломенный колпак» и говорит «Я схоронюсь от тебя, царь» «Ладно», — отвечает царь волшебник «Схоронишься, женю тебя на своей дочери и дам полцарства, а нет, мой меч, твоя голова с плеч» «Синяя свита, налево сшита соломенный колпак, стоял перед царем добрым молодцем По двору бежал черным соболем, под ворота лес белым горностаем По полю бежал серым зайцем и убежал за тридевять земель в тридевятое царство И там, на заповедном лугу, обернулся цветком На другой день царь встал раненько, умылся беленько, почитал волшебную книгу и говорит «Слуги мои верные, вступайте в тридевятое царство на царский заповедный луг, сорвите там все цветы и принесите сюда» Принесли ему слуги цветы Царь выбрал один цветок, дунул на него и встал из цветка добрый молодец Ну что, синяя свита налево сшита соломенный колпак, на первый раз не мог от меня схорониться На другой день синяя свита налево сшита соломенный колпак стоял перед царем добрым молодцем По двору бежал черным соболем, под ворота лес белым горностаем, по полю бежал серым зайцем и убежал в тридевятое царство Прибежал к большому болоту, обернулся окунем рыбой и нырнул в бездонное озеро А царь взял волшебную книгу, прочитал и говорит «Ступайте, мои верные слуги, в тридевятое царство, осушите там большое болото Закиньте сети в бездонное озеро и выловите мне рыбу окуня» Принесли слуги того окуня царю-волшебнику Он дунул на него и стал вместо окуня добрый молодец «Ну вот, синяя свита налево сшита соломенный колпак и другой раз не мог от меня схорониться Если и третий раз не схоронишься, голову тебе отрублю» И в третий раз синяя свита налево сшита соломенный колпак стоял перед царем добрым молодцем По двору бежал черным соболем, под ворота лес белым горностаем По полю бежал серым зайцем и убежал за тридевять земель в самое дальнее царство Добежал до высокого дуба, корни в земле, а макушка в небе Влез он на тот дуб, обернулся малой иголкой, схоронился под корой, сидит Прилетела птица на гай, села на тот дуб и спрашивает «Что за человек тут схоронился?» «Я, синяя свита налево сшита соломенный колпак» «А сюда попал как?» «Хочу на царской дочери жениться» «А царь свою дочь отдаст за того, кто может от него схорониться» «Два раза он меня находил, коли третий раз найдет, не быть мне живому» «Я тебе, молодец, помогу», — говорит птица на гай И обернула она малую иголку в пышинку Укрыла пышинку себе под крыло И полетела к царю-волшебнику Когда царь-волшебник лег спать Птица на гай положила малую пышинку царю за пазуху Утром царь встал Волшебную книгу прочитал И дал такой приказ «Слуги мои верные Ступайте за три девять земель В самое дальнее царство Найдите в этом царстве Самый большой дуб Тот дуб спилите На дрова поколите В костры сложите А костры сожгите В зале найдите малую иголку И мне ту иглу принесите Слуги все сделали, как царь приказал А иголки не нашли Когда царь о том узнал Он вышел на крыльцо и зовет «Эй, синяя свита налево сшита Соломенный колпак, покажись!» «Нет, не покажусь», — отвечает ему из-за пазухи «Малая пышинка, ты сперва, бояр, собирай Дочку под венец наряжай, тогда покажусь» Делать нечего Царь-волшебник бояр собрал Дочку в карету посадил и кричит «Покажись, все сделал, как ты хотел» Вдруг вылетела малая пышинка и обратилась с добрым молодцем Тут сыграли свадьбу Ведь стал синяя свита налево сшита Соломенный колпак с молодой женой Жить, поживать, половиной царства управлять Как поп обманул Тараса однажды, а Тарас его дважды Жил на свете бедный-пребедный мужичок И была у него жена, а детей не было Дожили они до того, что хлеба купить не на что «Эх, жена!» — говорит мужик «Поведем на базар последнюю коровеньку Продадим до хлеба купим» Пошел мужик корову в город продавать А навстречу ему из города священник с причтом «Здравствуй, Тарас!» «Здравствуй, батюшка!» «Куда это ты, Тарас, козу ведешь?» «Батюшка, это же корова!» «Нет, Светик, это коза, вот и диакон тебе скажет» «Да, это коза!» — говорит диакон Растерялся мужичок, а поп увещевает «Братья Тараси, продай мне эту козу, вот тебе три рубля» Нечего делать мужичку Продал он попу свою корову за три рубля Вернулся домой и говорит жене «Какая ты глупая! Вместо коровы козу мне на поводке дала!» Напустилась на него жена «Что ты, ума решился?» «Козы все дома, а коровы нету-ти!» «Ну, баба, что делать?» «Я продал корову священнику, как-нибудь потом разберемся» «Снова пришло воскресенье» «Едет Тарас в город и знает, что священник с причтом Обязательно зайдет в трактир отобедать» Подговорил он трактирщика «Я выпью и закушу на гривенник, а ты говори, что на сто рублей» Сидят причетники с попом в соседнем нобеле и говорят между собой «Каков наш мужик Тарас! За один обед сто рублей просадил!» «Мы вчетвером и то рублей десять истратим, а он сто рублей» Смотрят они в щелку «Чем этот Тарас будет расплачиваться?» А Тарас втащил в трактир большущий колпак, а шина в полтора Стукнул по колпаку «Ну что, трактирщик, уплачено?» «Уплачено сполна» Поп со своим причтом смотрят на это и диву даются В другой раз стукнул Тарас по колпаку «Будьте здоровы, пан трактирщик» В третий раз стукнул, говорит трактирщик «Ну молодец, Тарас, платить умеешь» Священник и говорит «Братья причетники, купим у Тараса этот колпак Он пригодится нам, каждую поездку будет для нас даровой обед в трактире» «Ты дьякон, клади на кон 25 рублей, дьячки положат вместе 25, а я 1,50 За 100 рублей, может, продаст колпак?» Едет Тарас домой, догоняет его священник «Знаешь что, Тарас, продай нам этот колпак Он будет нас выручать Сколько ты за него возьмешь?» «Мы согласны дать тебе 50 рублей серебром» «Нет, батюшка, никак нельзя Отцовское благословение в чужие руки отдавать Хоть изредка случится в городе быть Так волю попью, погуляю» «Послушай, Тарас, вот тебе 100 рублей серебром» «Нет уж, батюшка, если хотите купить, то продам за 150 рублей» «Ну, причетники, — говорит священник, — покупаем, а то кто-нибудь дороже даст» Купили они колпак за 150 рублей Приезжает Тарас домой и говорит жене «Ну, хозяйка, ругала ты меня, что я корову за 3 рубля продал Зато теперь продал я свой колпак за 150 рублей» Стал Тарас хозяйством обзаводиться А священник ждет, не дождется праздника Чтобы поехать в город на дармовой обед Поехали причетники с женами и няньками и с детьми в город Заказывают трактирщику «Дай-ка нам на 200 рублей попить, погулять» Трактирщик рад стараться Подал разных кушаний и напитков на 200 рублей А как только отобедали «Ну, батюшка, пожалуйте расчет» Батюшка вылазит из-за стола «Сейчас, господин трактирщик» Принес панамарьца двора колпак Стукнул священник по колпаку ладонью «Ну как, расчете, трактирщик» «Нет, поп, давай деньги» Священник передал колпак дьякону Чтобы дьякон ударил по колпаку Дьякон бил-бил, а трактирщик по-прежнему расчет спрашивает «Все причетники убили кулачищами по колпаку» А трактирщик, знай, свое твердит «Давай деньги» Стали складчину собирать причетники Заняли денег у знакомых и заплатили трактирщику Тарас года за два прожил полученные за колпак деньги А потом и говорит жене «Вот что, баба, ложись-ка на лавку Да смотри, не шевелись А я поеду за священником Скажу ему «Батюшка, пожалуйте исповедовать Моя хозяйка очень больна» Приезжает мужик к священнику «Ну зачем ты приехал?» «Сделайте милость, батюшка Пожалуйте исповедовать Хозяйка умирает» Собрался поп и поехал с Тарасом Входят в хату А хозяйка лежит уже мертвая, прибранная Батюшка говорит Тарас «Благословите вы меня Есть у меня старинная дубина Еще от сотворения мира Я огрею жену три раза этой дубиной Она сразу оживет Но коли эта дубина еще от дедов-прадедов Сохраняется, благословляю» Батюшка со страху вышел в синий А Тарас ударил три раза дубиной по лавке Жена мужика зашевелилась, застонала Удивился батюшка, что человек ожил Ходит он в хату, а баба уже сидит на лавке и покачивается Тарас поднес ей ковшик холодной водицы Она и вовсе очухалась Батюшка похвалил Тараса и поехал домой В тот же день собрал он свой причт и рассказывает ему О диковинном воскресении жены мужика «Вот кабы нам эту дубину купить Как мы постоянно на похороны ездим То оживляли бы этой дубиной покойников Давайте сложимся и купим у мужика дубину А вы, батюшка, съездите, поторгуйтесь Нет, поедем все вместе к нему Приезжают они к Тарасу Не продашь ли Тарас дубину, которая людей оживляет? Продам Сколько возьмешь за нее? Ах, батюшка, дайте пятьсот рублей Стали причетники совещаться Я, говорит поп, один положу двести пятьдесят рублей А вы, причет, втроем двести пятьдесят Отдали деньги мужику и забрали с собой дубину Только они приехали домой Навстречу им купец богатый Батюшка, у меня сегодня жена умерла Побеспокойтесь тело схоронить Сейчас, господин купец, приедем Быстро собрались они Взяли с собой дубину Приезжают Лежит на столе тело Говорит поп Дьякону О, мы ее воскресим Тащи-ка, панамарь, дубину Удивляется купец Зачем панамарь дубину несет Ударили причетники мертвую купчиху три раза Не оживает Доложили родственники купцу о таком надругательстве над покойницей Купец подал жалобу начальству, что причетники усопшую купчиху так побили Вот и потащили их всех, недолго думая, в суд на расправу Спасибо за просмотр данного видео Большая просьба поставить лайк Написать комментарий при желании А также подписаться на канал